Слава Иисусу Христу! 4 марта сегодня, 2018 год, воскресенье, раннее утро, 5 утра по киевскому времени. Сейчас буду уходить с минуты на минуту уже трансляции в прямом эфире на YouTube. Молюсь об этой трансляции сейчас и благоставляю всех участников во имя Иисуса Христа. Уже есть ожидающие трансляции, двое зрители уже ждут начало написано. Господи, благослови ты во имя Иисуса Христа всех этих людей, Боже, всех подключающихся, Боже, и благослови, Господь, нашу эту молитву, как фимиам, подними, Господь, к престолу, прими, к престолу славы, этим мутром добрым. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утеши Тебе души истинной, еще в суду, если и все наполняешь. Слава Тебе, Боже наш, благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. И уже буду подключаться на последней минуте. Да, слава Богу. Да, и записываю, почему еще, я объясняю, потому что я это выкладываю в сеть, эти записи, потому что трансляции из-за либо интернета скорости, я не знаю, но часто обрываются так фразами такими, и вообще не все почему-то так гладко ведет. Пусть Бог благословит всех вас. А в 9 утра начало уже служения нашего. Поэтому после утренней молитвы сразу уже на служение поеду, и там на Кловской сегодня собрание наше. С Богом. Аллилуйя. Благослови Господь. Благослови Господи трансляцию. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Всех приветствую и благословляю, друзья, именем Господнем, именем Иисуса Христа. Приветствую этим добрым утром всех. Слава Иисусу Христу. На веке слава Богу Святому. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Благословен Бог наш. Всегда, ныне, приснай, во веки веков. Аминь. Сегодня этим утром начну со Слова Божьего, из первого послания Коринфянам, пятая глава, седьмой и восьмой стихи. Написано, итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать, не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но сопресноками чистоты и истины. Аминь. Вот, дамы и господа, братья и сестры, первые Коринфянам, пятая глава, седьмой и восьмой стихи, говорят нам о Пасхе. Сейчас только что закончился библейский праздник, другой, Пурим. Ну, ровно за месяц до Пасхи, ровно за месяц до торжества пасхального, мы отмечаем библейский праздник Пурим. В Библии вот рассказывается интересно и об одном, и о другом празднике. Дело в том, что праздник Песох, Пасха, да, Пасовр, Пасха, этот праздник в полнолуние месяца Ниссан. Мы его знаем как Авиф, ну, Ниссан, месяц Ниссан. И для автолюбителей, конечно, больше другие ассоциации, конечно, с автомобилями, такими хорошими японскими Ниссан, да, такими надежными и качественными. Но, в общем-то, слава Богу за Японию, конечно, слава Богу за производителей автомобилей этих Ниссан. Я думаю, что в японском Ниссан тоже что-то хорошее означает, доброе, как бы, и, наверное, у японцев хорошая ассоциация. Не только у автолюбителей во всем мире хорошая ассоциация. Но, значит, для библейских верующих христиан всех, независимо от нашей конфессии, динаминации, Ниссан – это даже не столько хорошие автомобили, нет, сколько действительно величайшее чудо, которое несравнимо ни с чем абсолютно. Величайшее чудо, которое Бог сотворил в нас, в наших судьбах сотворил. Исторически это произошло во времена Моисея. А фактически это происходит вообще постоянно. Бог выводит из тьмы во свет. Бог выводит из рабства на свободу. И вот этот праздник Пасхи, Пасовер, значит, хотя в английском есть еще истер, но это в честь Астарты, Ашторов, Ашер – это языческое такое наименование. Мне больше нравится, когда в английском употребляется Пасовер, именно Песах, созвучность Песах или Пасхой по-нашему Пасха. И вот мы сейчас прочитали, я прочитал вам из 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стихи, о таинстве Пасхи, одно из таинств Пасхи – то, что наша Пасха – это сам Иисус Христос. Ни много ни мало, да. Это не просто даже вот те события, что произошли когда-то при Моисее. Это то, что произошло 2000 лет назад через Иисуса и то, что происходит сейчас. Потому что Он, Иисус Христос, и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И даже во время Моисея, собственно, Машех, Он спасал нас. Бог посылал действительно избавление нам. Потому что не сам же Моисей. Моисей был лишь посланником, пророком. И вот сегодня молюсь вместе с вами, дамы и господа, братья и сестры. Благодарю Бога Всемогущего за это чудо. Боже Всемогущий, слава Тебе. Слава Тебе за это доброе утро. Слава Тебе за то, что наша Пасха – это сам Христос, заклонный за нас. Слава Тебе, Боже, за Агнца Твоего. Кровью Которого мы искуплены от суетной жизни, предана нам от отцов, от грехов наших, от беззаконий наших. Спасибо, Господи, за милость и благость Твои. Боже, благодарю Тебя, Господь. Сегодня, кстати, и хлебопреломление тоже совершаю такое вместе с вами. Дамы и господа, если можете совершать со мной, сейчас совершите, возьмите хлеба немного. Вина, в данном случае сок здесь виноградный, но не то важно. Или даже если нет ничего, то просто налейте воды. Я практикую тоже такое причастие порой. Просто наливаю воды, беру хлеба немного, даже любого хлеба. Обычно на хлебопреломлении в церкви мы используем всегда эту мацу, опресноке. Оно и буквально соответствует как раз именно опресноку, потому что это напоминание о пасхальных событиях вообще. А Пасха это праздника пресноков, но я беру даже порой просто какие-то сухарики, просто воду и все. Вот тебе причастие, хлебопреломление. Сам факт причастия Евхаристии, это не просто качество вина или качество хлеба, это качество наших сердец, это качество Бога. Сам Христос в нас, упование славы, вдыхая, выдыхая, ты причащаешься Его. Он действительно в нас проникает, а мы в Него. Вот и это видимый знак, нам, когда мы едим, нам лучше доходит, будем говорить. Это функция такая, наша постоянная, с самого первого дня нашего на Земле, как мы появились. Мы как бы вначале в шоке, первые секунды, потом понимаем, надо есть, чтобы вышить. Вот, и начинаем кушать. Вот, вначале материнское молоко, вот, с которым все к нам приходит необходимое. Потом взрослеем, надо что-то уже другое, прикормки какие-то дополнительные. А потом полностью переходим уже на какую-то пищу, твердую уже, естественно, обычную нашу пищу человеческую. И вот, и всю жизнь мы едим, едим, чтобы жить. Да, действительно, так оно и есть. Вот, и пища для чрева, чрева для пищи. Но и то, и другое, и все суета на самом-то деле. Потому что, вот, это лишь, вот, относящиеся к, сейчас, вот, к этому временному бытию нашему, вот, душа-то вечно. И вот, и когда мы кушаем, пьем, да, причащаемся, хоть даже, там, макароны ешь, там, или что угодно, ты понимаешь, с благодарностью к Богу вкушаешь, что, действительно, ну, Божественная Евхаристия совершается. Ты благодаришь, потому что восхваляешь Бога за все, за пищу нашу, слава Богу. Вот, тем паче, тем паче, когда мы во имя Христа, во имя Господне, размышляя о теле и крови Христа, мы вкушаем. Знаете ли, кстати, вот интересно, до революции такие были очень строгие, ортодоксальные такие православные, эти вот, архиереи, которые, там, значит, ни шагу вправо, влево, ни капли. То есть, все только по уставу, по уставу только вино, только красное вино, только когор, все, значит, там, значит, там, все должно быть, качество просвор, все. Но когда отцы эти оказались однажды не в своих и в архиальных управлениях, а на нарах, и в Булаге, в советском 20-е годы, 30-е годы особенно, вот, вот, оказались просто в аде сущем, вот, и... Но желание литургии было, хотя понимали, что сейчас уже смерть, каждый день смерть забирала. В этой фабрике, советской такой фабрике смерти, Гулаг работал как фабрика смерти, действительно. И верующие, и неверующие, разные люди, там большинство были верующие, конечно. Вот, и, знаете ли, по крайней мере, религиозные люди, точно. Вот, и, знаете, эти отцы архиереи, хотя они были очень такими дотошными, знаете ли, вот, исполнителями уставов церковных, но даже и они отступили от уставов, когда, вот, хотели совершить битульгию, а не было ничего. Какое там вино? Какой там виноградный даже сок даже. Никакого даже винограда в помине не было. На Соловках, в частности, да, в Заполярье загоняли, в Соловки. Вот, и на Соловках, что находили они, вот, они находили всякую ягоду. Вот, ну, как люква, допустим, к примеру, да, вот, там, что-то еще, какую-то ягоду находили. Вот, давили эту ягоду, то, что находили, порой там непонятно даже, им самим было, она как бы, ну, съедобна, несъедобна, но давили то, что было, какие ягоды находили. Вот, а вместо просфора, вместо тех, вот, как бы, тела Христа, как тело Христа, они принимали, вот, обычную свою пайку, которую им выдавали, хлебную. Вот, там не качество просфора, там просто обычная пайка. Вот, и там не белый хлебушек тебе, знаете ли, не деликатесы какие-то. Просто обычная пайка. Отруби, немного ржаной муки, вот тебе и вся вот пайка. Вот, и эту пайку ложили, и совершали Евхаристию, и, знаете ли, никто из, даже из современных, таких, дотошных исполнителей уставов церковных, православных, никто не заикнется, если они не скажут, что это было не настоящая, а понарошку литургия. Вот, это действительно была божественная литургия, Евхаристия, Хребопреломления. Вот, поэтому, я помню, дети мои здесь вот, неподалеку, мы снимали квартиру, там, на этой, на Андрея Малышка. Вот, значит, и, значит, там, и они вроде как играли, пряники, молоко таскали. Мы с женой на кухне были, а дети таскали в комнату. Ну, мне так, ну, нам интересно стало, куда они там таскают еще. Все, что они там делают-то? Вот, я решил подглядеть, смотрю, так, подглядываю, так, там такая картина интересная, дети сидят так. Ну, тогда у нас сколько было? Трое, да, значит, вот они вот, ну, да, когда только приехали сюда, еще вот на Малышка сняли квартиру, только трое было еще. Потом у нас там родилась как раз Татьяна наша, наш четвертый ребенок, слава Богу. Вот, вообще, нам Бог дал шестерых, троих мальчиков, троих девочек, слава Богу, слава Господу. Вот, это при том, когда, при том, при всем, что говорили, что детей у нас не будет. Ну, вот видите, Бог нам дал. Поэтому люди, даже самые большие специалисты, лишь могут, естественно, кое-что, будем так говорить, по-человечески, посмотреть, проверить опытно. Вот, но мир гораздо больше, чем то, что наше естество может осязать, обонять или исследовать каким-то другим образом. Слава Богу. Вот, так вот, и я посмотрел, они там куклы рассадили, медведи, значит, там, вот, молоко, пряники, они играют в Евхаристию, причастие, хлебопреломление, значит, там, Настя старшая, как бы, она там, как бы, руководила всем. Коля там еще был маленький, с Библией, ну, я в тормашке держал ее еще, конечно, совсем еще маленький, не читать, не писать, но он уже что-то там проповедовал, как бы, с Библией в руках. Вот, значит, там, Серафим, самый младший, он вообще был среди кукол и медведей, просто как, ну, прихожанин, как бы, членцерги там у них, а остальные прихожане были кукольные. Вот, ну, дети меня увидели, конечно, о, папа, давай, заходи тоже с нами, я тоже с ним сел, помню, вот, они преломляли вот эти пряники, давали молоко куклам всем, ну, понятно, сами ели. Вот, о крови Христа, и теле Христа говорилось, вот, ими, детьми, по-своему, по-детски, вот, не зная, Господи, слава Тебе. Я тогда пережил, да, вот это прикосновение божественное, и действительно, для меня, я вначале это как игру воспринял, но потом понял, что это не игра, вот, что это действительно, для Бога это не игра была, вот, для Бога это было, было, это очень серьезное, очень радостно, вот, и я пережил вот это причастие Евхаристию, когда первый раз в жизни вот так вот, с пряниками, с молоком, вот, и для меня это был урок на всю жизнь такой, не мудрствовать лукаво, не мудрствовать церковно, вот, а мудрствовать евангельский, библейский, вот, который действительно не буква, дух и жизнь. Я помню рассказ еще такой, я его часто привожу, тоже пример, как иллюстрацию, еще в 91-м году, будучи молодым священником, да, в Рязани, там, на приходе, на своем первом приходе, где был настоятелем уже, да, это конец уже, 91-го года был, вот, и рассказ такой читал я, я его даже тогда в храме зачитывал, вот, бабушкам, называется «Деревенская дурочка», вот, и, значит, рассказ там о том, что там, ну, комсомолицы, молодежь, ребята, девчата, вот, сельская комсомолия, пионерия, ну, тогда было популярно, рассказ о 20-х этих годах, и там была группа вот этих безбожников, комсомолицев, которые решили посмеяться над деревенской дурочкой, ну, там была одна девушка, она уже, девушка уже, как взрослая, а по-моему, совсем младенец, ну, и она с такой религиозной семьи, ее там водили, значит, в храм постоянно на причастие, она это любила очень дело, такая искренняя девушка, ну, дед, ребенок просто, и все, ну, она там все время с ними тоже была, ну, в тот раз, по крайней мере, была точно с ними, вот, и, и вот решили подшутить, давай мы сейчас с тем причастим, поиграть их решили в церковь с ней, она, о, давай, 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 короче, она согласила все, как бы, как, она серьезно, как она знает, подходит к причастию, один нам батюшка догадился, как бы, там, так, что-то сымитировал, значит, там, другой, там, как диакон, там, что-то с пелени, там, ну, все ж выросли в церкви, в храме-то, это ж тогда только, тогда коммунизм только еще, за разу только еще распространился, а еще у многих, ну, трое, еще было такое церковное, воцерковленное, по крайней мере, вот, знаете ли, они и церковные школы заканчивали, многие, и прочие, да, я так полагаю, вот, и, значит, в том рассказе там написано, что в этот момент было чудо, когда совершалось вот это само, вот, самопричастие, ну, там, налили самогонки немного, хлебушка помяли, дали ей вот это хлебушка самогонкой, вот, но в это время, в этом, как, амбаре или сарае каком-то, где они, собиралась молодежь, тусовалась, как сейчас говорят, вот, значит, пионерий комсомолия, значит, и прочие там собирались, там, бездельники всякие, прочие пролетарии, вот, и, представляете, значит, и в этот момент, значит, там запели ангелы, люди, эти, эти ребята, насмехаясь, как бы, над причастием христианским, да, вот, значит, они слышали пение ангелов, вот, и там послесловие такое было, что после того многие из этих ребят, они, девчатами, стали снова верующими, они в храмы были, значит, там, и некоторые из них даже были за веру, за Христа были, даже подверглись потом репрессиям, там, значит, там, вот так вот, то есть, весь этот налет комсомолий и пионерий слетел с них очень быстро, знаете ли, вот, слава Богу, и вот, я тоже читал тогда в храме своем, где был настоятелем этот рассказ, и говорю, братья, сёстры, мы подходим к причастию, и самое-то важное в этом дифхаристии нашей божественной, в христианском причастии, хлебопреломления, самое-то важное, это сам Иисус Христос, сам Господь наш Иисус Христос, и сегодня я, спустя вот эти годы, опять-таки говорю, что действительно, это сам Иисус Христос, рассуждая о теле и крови Христа, поднимаем сегодня чаши, налейте себя хоть в кружку, хоть куда, налейте себе, у меня нет мацы, вот это остатки вчерашней халы, значит, плетенки по-русски, вот, шаббатные, субботные, вот, пожалуйста, значит, нету сока, ничего нету, налейте просто воды, вот, и помолитесь Господу, скажите, Господь, я благодарю Тебя за жизнь Твою, благодарю Тебя за кровь Твою, тело Твое, это и есть тело Твое, это и есть кровь Твоя, я принимаю Боже, божественную евхаристию, это хлебопреломление, Боже, с верой, надеждой и любовью, рассуждая о теле Твое, о крови Твоей, и поэтому, Боже, Ты действительно благ и милостив, и Ты во мне, Иисус Христос, спасибо Тебе, Господь, скажите так, что кровью Иисуса Христа я спасен, и Его ломимым телом я спасен, 2000 лет назад, и это спасение стало моим достоянием, даром Твоим, Боже, я получил, как дар Твой, Господи, от Тебя это спасение, это жизнь вечная, спасибо Тебе, Господь, я спасен навеки, спасибо Тебе, Господь, что кровью Твоей святою и ломимым телом Твоим я исцелен, освобожден, благоставлен всеми благоставениями небесными, Боже, благодарю Тебя, Господь, за все. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. За Голгофу и за кровь Твою, за тело ломимое, благодарю Тебя, Боже, всемогущий, слава Тебе, Господь. Благодарю за мои братья и сестер, преломляющих лет вместе со мной сегодня, Господь. И по всему миру, Боже, в разных конфессиях, церквях, Боже, в собраниях различных, и домашних, и домовых храмах этих, и условиях, и в конфедеральных, больших соборах, Боже, в храмах, церквях, молитвных домах, Боже, совершается великое таинство, Господь, Боже, постоянно, по всей планете. Слава Тебе, Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь, что и сегодня мы говорим, гряди, Господи Иисусе, мы смерть Господню возвещаем, доколе Ты придешь. Слава Тебе, Боже наш, благодарю Тебя, что телом Твоим ломимом и кровью Твоей святою я исцелен, освобожден, благоставлен. Боже, благослови, слава Тебе, Боже наш, и соверши, сотвори, Господь Боже, хлеб сей, честным телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 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 Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи Боже наш, за таинство сие, Боже, за чашу сию, Боже, за хлеб сей. Благодарю Тебя за причастие тела и крови Твоих. Боже, благодарю Тебя за жизнь вечную и бесконечную. Благодарю Тебя, Боже, всемогущий слава Твоей. Боже, слава Тебе, слава Тебе. Боже, слава Тебе за это доброе утро. Боже, благодарю Тебя и благоставляю моих братьев, сестер, всех причастников и причастниц. Поздравляю с принятием, с причащением святых и божественных тела и крови Христа Иисуса с совершившейся Евхаристией. Принимайте от Господа все благословения Его. В этом причастии рассуждали о теле и крови Христа. Действительно, величайшее благословение. Через кровь Христа, только через кровь Христа, все. И жизнь наша, спасение наше, исцеление наше, освобождение наше. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за божественную кровь Твою, Божия. Я благодарю Тебя, Господь. За божественную кровь Твою, которой, Боже, искуплен я. От всякого греха, которой спасен я, Боже, навеки. Который возрожден я, Боже, к новой жизни, Боже, спасибо на небесах. Спасибо, что и здесь, в этом земном бытии, Боже, Ты наполняешь меня, а я наполняю Тебя. Я погружаюсь в Тебя, Боже, Ты погружаешься в меня, познаешь меня. И познал Господь своих, написано. Спасибо, Господь, Святой, Боже. Это печать дара Духа Святого. Печать Твоя, Боже, Святой, в жизни верующего. Спасибо, Господи. Спасибо за то. Боже, спасибо, что моя Пасха, это действительно Христос, заклоны за меня и воскреши для моего оправдания. Заклоны за всех нас и воскреши для нашего оправдания. Благодарю Тебя, Господь Святой, великий Бог наш. Великий Бог наш. Спасибо Тебе, Господь. Боже, благослови, Господь, нас всех. Благослови, Господь, сегодня. Боже, всех молящихся. Боже, разные собрания сегодняшним этим утром. Я знаю, что уже где-то день уже, где-то уже ночь. Боже, но Ты в разных собраниях, которые сейчас и где-то происходят, там, 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 по всему лицу земли, Господь, в разных церквях, в разных странах, народах, на разных наречиях, в разных традициях, обрядах, конфессиях, динаминациях, Боже. Боже, Святой, Ты великий, являешься, проявляешься во всех них. Нас, Господь, через нас, верующих и в нас. Слава Тебе, Боже Всепогущий. Это действительно фемиам молитв, возносящиеся к престолу. Слава Твоей. Слава Тебе, Господь. Благослови, Господь, народ своим миром, своим шаломом во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо Свое на Тебя, и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Авраам Исаак и Якова, наш любящий, добрый, благой, небесный Отец, благословит детей своих миром, всех нас, своих сыночек, дочечек, миром, своим шаломом во имя Иисуса Христа. Благословляю всех вас, дорогие друзья. До встречи и на земле, и в небесах вечности. Слава Богу. И преломляйте всегда хлеб, вкушайте плод виноградной лозы, и поднимая каждый раз бокал, провозглашайте победу Господа Иисуса Христа. Умиляйте сердцем вашим, принимайте тело и кровь Христа, и говорите, это тело, это и кровь Христа. Я принимаю и облагодарю тебя, Господь. Размышляйте над этим, размышляйте правильно, благочестиво, неограниченно, не ограничивайте Бога. Я сам учусь этому тоже в этой жизни земной, не ограничивая Бога. Я стараюсь тоже размышлять так, что Христос Иисус не только за грехи мои умер, но и болезни мои, и нищету, и все проклятия, все взял на себя. Я абсолютно все забрал, не оставил мне ничего, а оставил мне только лишь свое благоставение. Он забрал полностью, без остатка, все. У меня ничего не осталось из проклятого, ничего не осталось из неблагоставленного. Он дал мне все благоставение. Спасибо, Господь, спасибо, Боже всемогущий. Я к тебе на любви, ты, Боже, ты ми. Так можно спеть, да? Спасибо, Господь. Благословляю всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, и стараюсь в 6 вечера и в 6 утра, но в воскресенье пораньше, потому что надо раньше выезжать, тем более сейчас заносы всякие эти снежные. Вот, и приготовляться к служению. Вот, так что, все, уже вот пол шестого буду собираться, пора отправляться уже на дорогу. Пусть Бог благоставит вас всех. Шалом, мир всем. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да, завершилась трансляция на Ютубе. Слава Богу, сегодня так вот получается, ну, получается, когда вот такой трансляции в молитве, хлебопреломлении. Сегодня перед служением нашим церковным. И волнуюсь перед служением, таким приятным волнением духовным, этим радостным таким, в радостном волнении, хвалении. Вот, и благоставляю вас, дорогие друзья, братья и сестры, во имя Иисуса Христа. Вот, пусть Бог благоставит всех. Вот, и, знаете, действительно наша Пасха Христос, об этом размышляем. Вот, и в этом году Пасха ранее получается. Вот, полнолуние следующего, Ниссана, когда Пасха, я именно в библейском исчислении, она по Библии, это в полнолуние месяца Ниссан. В этом году это выпадает на 30 марта, сегодня у нас 4 марта, а уже 30 марта, уже начало Пасхи. Вот, и с 30 на 31 марта, то есть с 14 на 15 Ниссана, мы тоже совершим такую ночь бдения. Вот, вообще, 14 Ниссана для нас очень такой особенный день, вот, с самых моисеевых времен, с самого выхода нашего из арабства. Вот, а сегодня для людей, верующих разных конфессий, динаминаций, религий, традиций, там, и прочее, прочее, прочее. Для всех, кто чтит Библию как Божье Слово, для всех это 14 Ниссан, это особенный день в году, особенный святой день. Недаром, когда Бог давал заповеди, Он даже сказал, я Господь Бог Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов при лице Мое. Ведь Он мог бы сказать по-другому, Он мог бы сказать, я Господь Бог Твой, сотворивший весь этот мир, и Он был бы прав, знаете ли, и никто бы Ему словно сказал бы, и люди бы приняли бы как должное, действительно, так оно и есть. Но Он сказал по-другому, Он сказал не просто там сотворивший мир, Он сказал конкретно, четко то, чему ты был свидетелем, Он сказал конкретно о том, чему мы были свидетелями, то, что записано в Писании, и то, что действительно люди пережили в своей жизни, в своей истории. И переживает по сей час. Спасибо Богу за эту мудрость. За его святую мудрость. Во всём. Даже в подобном. Так что полнолуние месяцы Ниссан. А потом дни опресночные начинаются сразу же. И мы уже с 31 марта, получается, мы едим, хрустим веселым отцой. Вот. И это, конечно, очень такой торжественный, радостный праздник. Но мы знаем, что наша Пасха – это сам Христос. Поэтому не просто будем хрустеть мотцой. Будем размышлять о действительно Божьей победе в наших судьбах. Слава Богу. И вот до субботы, до седьмого апреля будем хрустить мотцой. В этом году, до седьмого апреля. А уже восьмого апреля, получается, воскресенье, уже по православному календарю будет, значит, Пасха начинается. Но это из-за антисемитизма, из-за древней такой проблемы нашей, к сожалению. Увы. Так оно как бы всё продолжается. Жалко, конечно. Ну, что есть, то есть. Я верю, конечно, что не просто то, что есть. Есть. Я верю, что действительно будет покаяние, исправление церкви. Вот. И жду этого. И не просто жду этого, а молюсь об этом и тружусь ради этого. В общем-то, если вы знаете, да, мое служение, то, конечно, знаете, что это постоянно мой труд. На протяжении уже больше двадцати лет это мой труд. И моя мечта, моя молитва об этом постоянная. И я верю, что Господь совершил это чудо в православии, в восточном православии. Хотя был Вселенский собор недавно, и, к сожалению, так вопрос и не решили. Вот. Но, несмотря на это, я верю, что Бог совершит это в наше время. Что не будем ждать ещё целое тысячелетие, как ждали. Вот. Ещё очередного Вселенского собора, что всё будет гораздо быстрее. Так. А, нет, это уже не то уже. Всё. Всё. Так что, дамы и господа, я сделал ссылки теперь даже уже на социальные сети. Так что, вот. Теперь всё это можно будет смотреть уже. Ну, а потом загружу это видео. Мир всем вам. Благоставляю всех вас. Во имя Иисуса Христа. Шалом. 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 Шалом.